Сегодня я готовлю дикую козу, такая классная. Дичь настолько мягкая, как будто бы кролик. Друзья, нажимайте на колокольчик, обязательно, обязательно нажимайте. Тогда я не сказал, подпишитесь на канал. Патерейка уже не говорит. Друзья, вот здесь есть кнопочка, нажимайте на эту кнопочку. Кнопка подписаться. Друзья, для того, чтобы подписаться на... Друзья, вот здесь внизу кнопка, нажимайте на кнопочку и... Что я говорю? Кнопка, вы, господи, нет, стоп, начни сама, начало, как ты обычная. Это сводит меня с ума. Привет, друзья, привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю дикую козу. У меня вот такая хорошенькая задняя нога дикой козы, косули. Мне ее передали мои друзья, большое вам спасибо. И сейчас я ее буду готовить. Вернее, я ее уже приготовил. Мы сейчас ее скушаем, а потом посмотрим, как я ее готовил. Вот такая. Ароматная. Если бы вы знали, как она пахнет. Это настоящее дикое мясо. Это дичь. Она жила в лесу. И теперь посмотрим, что получилось. Вот здесь у меня мое хорошее сухое вино. Я его сделал сам. Это урожай этого года. Здесь купаж из двух сортов. Пахнет оно великолепно. Аромат, как будто бы это полусладкое вино, но оно на самом деле сухое. Превосходно. Задняя нога. Дикая коза по строению точно так же устроена, как и овечка или баранчик. Поэтому я сейчас беру заднюю ножку и режу. Вот здесь посерединке идет косточка. Режется все очень мягко. Посмотрите, какое оно внутри сочное. Вот так видно, как сок выступает при надавливании. Сверху на ножке козы сетка, жировая сетка из свинины. А здесь внутри я нашпиговал само мясо хорошим вкусным свиным салом. Аромат. Благодаря тому, что я использовал очень хитрый и утонченный маринад для дичи. Этот маринад используют повара в Англии. Мясо приобрело очень волшебный такой запах. Потому что, конечно, любая дичь имеет свой специфический запах. Он был очень тонкий, но все равно его было слышно. А вот теперь слышно именно вкус мяска и очень хороший тонкий аромат маринада. Это просто мягкое, как паштет. Мягусенькое. Дичь настолько мягкая, как будто бы кролик. Обязательно глоток сухого вина. Это сводит меня с ума. Это так вкусно, друзья. Меня опять переполняют эмоции. Потому что вот это то, что я приготовил. Настоящая целая задняя нога дикой козочки. Такая классная. Просто великолепнейшая. Друзья, смотрим, как я готовил ножку дикой козочки. Сейчас я приготовлю маринад для дикой козы. Козочка великолепная. Но вот именно аромат у нее присущ очень по-настоящему характерный именно крупной дичи. Вот это животное называется или дикая коза, или косуля. Очень красивое и благородное, и грациозное. Мясо у нее очень нежное. Я задние ножки дикой козы срезал все пленочки и жилки. И когда я это делал, слышно было, что мясо очень хорошее и нежное. Для чего же нужен маринад? Маринад я буду готовить для того, чтобы убрать слишком яркий характерный аромат дичи. Он приятный, но все равно слишком будет перебивать вкус мяса. И чтобы придать мясу более утонченную нежность и аромат корнеплодов. Вот здесь у меня. Это уже мое сухое вино. Здесь купаж из двух сортов винограда. Оно еще очень молодое, но обалденное. Вкуснее вина я еще не пробовал. Чтобы маринад получился очень вкусным, я буду использовать не только красное сухое вино, но и еще и винный уксус. Сегодня у меня целых три винных уксуса. Это бальзамический винный уксус, старый винный уксус и простой, обычный, самый классический винный уксус. Я все три уксуса смешал вот здесь. Каждый уксус пахнет по-особенному хорошо и приятно. Бальзамика пахнет чем-то таким вкусным. Его даже хочется налить в бокал и выпить. Хотя слышна очень тонкая, тонкая, тонкая нотка кислинки, что это уксус. Старый уксус. Старый уксус пахнет богатым фруктовым букетом. Он более такой мягкий. А это просто обычный винный уксус. Конечно, он пахнет, хотя пахнет очень хорошо. Даже легкие нотки земляники. Нужно обязательно взять морковку. Морковку я порызал небольшими кружочками. И лучок. А также маленький стручочек красного острого перца чили. Перчик уже сухой. Он даст именно тот аромат, а не горечь. Обязательно нужны степли сельдерея, черешковый сельдерей. Немного чесночка. Конечно же, хвостики петрушки. Самое важное, это использовать именно хвостики петрушки. А также пряности. Здесь будут ягоды можжевельника, тимьян, черный перец и майран. И растительное масло. Можно использовать обычное растительное масло или оливковое. Рецепт этого маринада используют в Англии профессиональные повара для того, чтобы приготовить дичь. У них очень много дичи, и поэтому они уже знают, какой маринад самый лучший. Поэтому сегодня буду готовить маринад по рецепту из Англии. Как обычно, полное описание рецепта будет внизу под видео. Сейчас я выливаю красное вино, винный уксус, растительное масло и порезанные корнеплоды. Черный перец и ягоды можжевельника я слегка разотру в ступке. Сельдерей я измельчаю, тоже делаю небольшие кубики. А хвостики петрушки я связываю ниточкой и опускаю целый пучок. Также кусочки чесночка, сельдерей, лавровый лист, веточка петрушки и размолотые пряности. Маринад я довожу до кипения. Он на самом медленном огне покипит минут 5-10. И уже в него я положу вот такую прекрасную ножку дикой козы. В маринаде нога будет отдыхать целые сутки в прохладном месте, в холодильнике. Ножка дикой козы пролежала в маринаде уже целые сутки. Сейчас ее достану и мы начнем ее готовить. Очень хороший, приятный запах маринада. Именно аромата козы, того, который был вчера, уже абсолютно нет. Но через нотки маринада уже очень хорошо слышно, как приятно пахнет само мяско. Я очищаю его от всех частей овощей и просушиваю. Мяско очень нежное, мягенькое. Такими маленькими кусочками сала я буду шпиговать ножку дикой козы. Это сало придаст именно ножке более сочный вкус и сделает мяско еще нежнее. Мяско уже слышно, что очень-очень мягенькое. Это все благодаря тому, что мы использовали такой замечательный маринад. Само мясо козы, хоть дикой, хоть домашней, конечно же не жирное. Так же, как и мясо баранины. Жир у них может присутствовать, у самих животных. Но само мяско нежирное, как свининка, поэтому его нужно обязательно шпиговать каким-то жиром. Лучше для этого использовать, конечно, самое вкусное сало. А вот такое вкусное сало мне подарили мои замечательные друзья Наташа и Олег. Большое вам спасибо за такой вкусный подарок. Галяшка самая вкусная часть у барашка. Посмотрим, насколько вкусная галяшка будет у козочки. Я нашпиговал ножку козочки салом и теперь буду ее солить. Потому что, когда мы ее мариновали, мы не солили. После пособа я вот так похлопываю руками по мясу. Так соль хорошенечко распределяется равномерно между волокнами. Для того, чтобы задняя нога дикой козочки была очень вкусная и сочная, ее нужно обернуть очень тонкими полосками хорошего свежего сала и обмотать кулинарным шпагатом. Вот сейчас все сало, которое у меня было, закончилось, потому что я его использовал для шпиговки. А для того, чтобы мяско осталось сочным, я использую вот такую хорошую свиную сетку. Она очень тонкая, поэтому она предохранит само мяско от высыхания, даст ему очень легкий и тонкий слой жирка и сочности. И будет все очень вкусно. Для удобства я обмотал кулинарной нитью полностью всю ножку козочки. Нога косули уже готова для того, чтобы мы ее запекали. Мяско должно полностью прогреться до комнатной температуры. Когда у него внутри будет температура 20 градусов, мы ставим его запекать. Температура запекания 180 градусов. Ориентировочно минут 45 в час. Посмотрим по температуре внутри кусочка мяса. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Вот такие огромные лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. А вот здесь рядышком, вот здесь, есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. И самое вкусное.